Сознательная эволюция На смену бессознательной эволюции через естественный отбор приходит осознанная эволюция через осмысленный выбор. Барбара Маркс Хаббард Описывая эволюцию человечества в 21-м столетии, историки будущего, возможно, назовут это время звездным часом нашего биологического вида, эпохой Великого Пробуждения, когда космическое сознание захлестнуло планету, меняя все на своем пути. И чем больше людей сейчас захочет такого будущего и начнет воплощать это видение в жизнь, тем выше вероятность его наступления. Будущее создается благодаря нашему коллективному представлению о нем, и с этой точки зрения наш общественный и духовный долг твердо верить в светлое завтра. Мы должны отказаться от безнадежно-пессимистичных финансовых, социальных и экологических прогнозов на будущее, беспрестанно навязываемых средствами массовой информации и представить себе нечто прямо противоположное. Эти мрачные образы плетут паутину и создают энергетическое поле, притягивающее именно те события, которых мы больше всего опасаемся. Если все человечество дружно верит в безысходность, то эта модель реальности укореняется в коллективном бессознательном. К сожалению, миллионы людей посылают во Вселенную подобные образы, не осознавая ни своих действий, ни их последствий. Каждый из нас может принять на себя ответственность за изменения общей энергетики человечества. Нельзя и дальше делать вид, что наши мысли и действия ничего не решают. Верить в это значит не быть квантовым воином. Каждый из нас должен ежедневно плести паутину мыслями о возможностях нашего рода в квантовой реальности. Чтобы принести пользу миру, можно плести паутину своей любовью, творчеством, сопереживанием, радостью, великодушием, образами всего, что несет добро и что для нас возможно. Давайте верить, что человечество и нашу планету ждет блестящее будущее. Мы можем и должны выбирать свои убеждения. Весьма вероятно, что за бесконечными проблемами и кризисами современной жизни разворачивается другая пьеса «Рождение космического сознания в человечестве». Космическая игра разбудила нас. Нам стали открываться новые возможности и новые представления о мире. В минуты озарений приходит осознание того, что мы не просто жены, мужья, родители, юристы, водители такси, сыновья и дочери. Мы священные потомки рода человеческого, проводники сознания, создатели паутины, вместилища всех возможностей. Всемогущее сознание, создавшее Вселенную и существующее с самого начала времен, живет в нас, пробуждая наши спящие таланты, направляя нас к нашей судьбе. Наше индивидуальное сознание, черпающее энергию из этого космического источника, преобразуется в нечто новое. Мы переживаем метаморфозу и должны просто расслабиться и не сопротивляться этому процессу, веря, что он приведет нас туда, куда нам суждено. Человечество – гениальный биологический вид с неограниченным потенциалом. Наша история омрачена войнами, алчностью и несправедливостью, но в ней также нашлось место состраданию, щедрости и величию. Мы забрались в космос и проникли в микромир атомной энергии. Мы научились пересаживать органы, исцелили многие болезни. Мы изобрели печатный станок, интернет, создали великие шедевры литературы и искусства. За плечами человечества – уникальная история инноваций, творчества и благодеяний. Накопленный запас инноваций и успеха вплелся в коллективное бессознательное и требует от нас еще более великих свершений. Так долго спавший код сознательной эволюции сейчас вибрирует внутри нас, взывая ко всем нашим талантам и добродетелям. В нейронную систему нашего мозга изначально были заложены космические коды для распознавания сигналов, поступающих изнутри и снаружи, а также из будущего. Если мои предположения верны, то эти коды уже были активированы определенными сигналами и запустили эволюцию сознания, которое теперь ежедневно заводит нас на неизведанные территории. И все это происходит, пока мы, как ни в чем не бывало, продолжаем заботиться о семье, зарабатывать на хлеб и искать смысл и счастье в жизни. Мы даже не замечаем данных процессов, но это тоже было предсказано. В Библии говорится о втором пришествии, и с точки зрения ярого фундаменталиста имеется в виду второе пришествие человека по имени Иисус Христос. Однако многие богословы сейчас сходятся во мнении, что речь идет не о самом Христе, а о его сознании, о сознании, которое придет, как тать ночью, то есть незаметно для нас. Именно это сейчас и происходит. Вне всяких сомнений, следующий эволюционный скачок – стремительное развитие сознания, и мы тому свидетели. Новое мышление проникает в коллективное сознание. Оно неустанно плетет энергетические поля даже сейчас, когда вы читаете эти строки. Приближается волна перемен и управляет ею силы, могущества которых нам даже трудно представить. Никто из нас пока не знает, какую роль ему суждено сыграть. Рок и судьба плетут свое полотно из загадок Китая. Возвращаясь с Луны на Землю в космической капсуле, астронавт Эдгар Митчелл пережил, по его словам, нечто мистическое. Когда он приближался к планете, его вдруг осенело. Этот прекрасный голубой шар – часть большой живой системы, которую он впоследствии называл «вселенским сознанием». Ученый и инженер, Митчелл привык мыслить рационально, так ему было удобней. Ничего подобного он ни разу не испытывал, и этот случай, наряду с пришедшим озарением, в корне изменил его представление о мире. Митчелл вдруг осознал, что несмотря на выдающиеся достижения в науке и технике, мы только начинаем проникать в самую большую загадку Вселенной. сознание и что неизведанные глубины человеческого разума – это следующий рубеж познания, и мы лишь начали представлять себе его истинные возможности. Тогда Митчелл еще не знал, что пережитое в итоге приведет его к основанию Института наэтических наук и побудет посвятить свою жизнь исследованию сознания. Зачастую мы не осознаем, насколько огромное влияние оказывают на нас те или иные события нашей жизни. И только оглядываясь назад, по прошествии какого-то времени, мы понимаем их истинную значимость. 40 лет назад, строя хижину в лесу, я тоже не знал, что буду заниматься изучением сознания. Каждый из нас носит в себе частичку космического кода, крошечный кусочек, не похожий ни на что из всего, что когда-либо было или будет, и в этом загадка и чудо человеческого рода. Каждый из нас призван проявить свою уникальность. Вселенная щедро рассеяла таланты, одаренности и судьбы по всему человечеству, зная, что одни семена упадут в благодатную почву, а другие на бесплодный камень. Не все дары будут обнаружены и проявлены, но такова жизнь. Даже обнаруженные таланты не всегда удостаиваются развития. Наше призвание – это дар Вселенной, и никто не проживет за нас нашу судьбу. Танцовщица и хореограф Марта Грэм однажды сказала, «Через вас приходит в движение некая жизненная сила, энергия, и поскольку другого такого, как вы, нет и не будет, это воплощение уникально. Если вы не дадите выхода этой энергии, она не сможет найти другие средства выражения и будет утрачена навсегда». Многие судьбы и дары, призванные помочь человечеству и обогатить его опыт, были утрачены по вине тех, кто считал себя бесталанным, бесполезным, кто сомневался в себе или отдавал предпочтение другим приоритетам. Из-за них мир многое потерял. Каждый из нас должен считать своим святым долгом обнаружить свой дар, свой кусочек судьбы, каким бы великим или скромным он ни был, и поделиться им с остальными. Да и как определить, насколько велик или скромен дар, пока не начнешь его проявлять? Мы не знаем, куда способна завести нас судьба. Теория одной десятой процента Принцип работы мощного лазерного луча основан на сложении когерентных световых волн. Свет состоит из миллионов волн, и частота каждой из них немного отличается от частоты соседних. Если заставить хотя бы одну десятую процента всех волн колебаться с одинаковой частотой, то есть тысячу из миллиона, то все остальные автоматически перестроятся на ту же частоту, превратившись в мощный луч. Для этого нужна всего лишь одна десятая процента. Так работает лазер. Для чего я это рассказываю? Видите ли, вполне возможно, что для сознания тоже существует некое магическое квантовое число, и соотношение может быть таким же. В таком случае, с точки зрения космической эволюции, каждый из нас идет в счет тысячи. И данный факт не может не обнадеживать. Задача, казалось бы, непосильной, если бы мы думали, что серьезный скачок в развитие сознания не свершится без участия всего человечества или хотя бы больше его части. Но если существует некое пороговое количество, как в случае с лазерным лучом, способное пробудить во всем человечестве космическое сознание, то это событие становится куда более вероятным. Может быть, мы даже станем его свидетелями. Если волшебное число действительно одна десятая процента, а население планеты насчитывает около семи миллиардов, то для того, чтобы начались перемены в масштабах Вселенной, должны пробудиться семь миллионов человек. Это вполне осуществимо. Данный вывод также означает, что каждый из нас идет в счет тысячи других. Чтобы достичь космического сознания, всего лишь каждый тысячный человек должен вдохновиться этим видением, встать на путь квантового воина или выбрать иной способ духовного развития. Перемены в сознании произойдут в том случае, если достаточное количество человек поверит, что личное пробуждение имеет значение и будет действовать соответствующим образом. По очереди, один за другим, мы должны избавиться от заблуждения, что от наших поступков ничего не зависит. Еще как зависит. Один за другим мы занимаем свое место и плетем паутину своими мыслями и действиями. Если верить, что наш вклад ничего не решает, то можно погрязнуть в бездействии. Нечто подобное происходит в современном мире, слишком многие думают, что от их мыслей и поступков ничего не зависит. Но зная о квантовой реальности, мы понимаем, что это не так. Мы должны не просто действовать, а действовать революционно. Одна десятая процента человечества должна услышать призыв и воплотить в жизнь квантовые постулаты, чтобы разбудить в нас космическое сознание. Кто эти люди? Думаю, мы с вами. Это видение подкупает и кажется осуществимым именно по той причине, что для кардинальных перемен в судьбе планеты не требуется активное участие каждого человека. достаточно одной десятой процента. И не обязательно быть лауреатом Нобелевской премии, миллионером, представителем творческой элиты, провидцем или раз уж на то пошло хоть в чем-то исключительной личностью. Нужно просто быть самим собой. Вселенная обращается к каждому из нас, поэтому прислушивайтесь к себе и поступайте так, как подсказывает вам внутренний голос. Действуйте так, как в глубине души считаете правильно. Я верю, что этот скачок в эволюции сознания уже близок и свершится в одном из ближайших поколений. Одна из причин моей убежденности сегодняшние глобальные кризисы, климатические изменения, перенаселенность планеты, бедность, мутации вирусов, ядерное оружие, список угрожающих человечеству катаклизмов можно продолжать до бесконечности. Как ни странно, но вышеперечисленные проблемы обнадеживающие знак хотя бы потому, что кризис всегда предшествует какой-то трансформации. Сегодняшние беды человечества, в отличие от всех предыдущих, могут оказаться эволюционным спусковым механизмом, который активирует заложенный в нас код, а тот, в свою очередь, разбудит необходимый сейчас космический потенциал. Возможно, в настоящее время происходит квантовый естественный отбор, только на этот раз в сфере сознания. Есть вероятность, что наши внутренние космические программы, ощущая данные вибрации, реагируют именно так, как было задумано, и поднимают нас на новый уровень сознания, где мир, вдруг, предстоит в совершенно ином свете. Мемы Мемы – это идеи и концепции, формирующие наше мышление и придающие смысл нашим поступкам. Подобно тому, как объединяется в сеть нейроны головного мозга, мемы формируют целые культуры и общие представления о мире. Вот что пишет о них известный американский журналист Говард Блум. Мем представляет собой самовоспроизводящий комплекс идей. Благодаря действию некоторых биологических механизмов, эта система взглядов на мир превращается в то, что сплачивает цивилизации и придает каждой культуре ее уникальный характер. Мем распространяется от человека к человеку, от группы к группе, подобно вирусу, и в конечном итоге охватывает всю культуру. Каждой культуре необходима некая картина мира, которая придавала бы ей цель и смысл. Утрачивая свое видение мира, она сбивается с пути. С нами сейчас происходит нечто подобное. Современные мемы нашей цивилизации — потребление, сосредоточенность на себе, богатство любой ценой. Победитель получает все, не самые достойные, однако мы унаследовали их от своих предшественников, и они определяют наши установки. Как правило, каждый из нас усваивает общепринятые правила и нормы, не ставя их под сомнение и даже не замечая, как это происходит. До сих пор наши мемы возникали по большей части неосознанно и соответствующим образом влияли на наши поступки. Но пробуждение дало нам шанс взглянуть на себя по-новому. Понимая принципы устройства квантовой реальности, мы можем осознанно выбрать другие мемы, с помощью которых сотворим то будущее, которое пожелаем. Один из новых мемов — концепция сознательной эволюции. Другой — теория, что каждый из нас идет в счет тысячи. Эти мемы могут распространиться в кратчайшие сроки, учитывая нынешний уровень духовного самосознания, не говоря уже о темпах развития современных средств коммуникации. В нынешний век мгновенной связи идеи способны разлетаться по земному шару с гиперскоростью. Какой-нибудь популярный видеоролик на Ютубе могут посмотреть миллионы человек за день и 50 или 100 миллионов за неделю. Фейсбук, Твиттер, новые средства общения создают беспрецедентные технические условия для распространения мемов. Технологический прогресс и гигантский скачок в развитии человеческого сознания не случайно совпали по времени. Здесь просматривается определенная закономерность, ее нельзя игнорировать. Интернет это своего рода технологический аналог энергетической паутины. Обе системы предоставляют нам мгновенную связь друг с другом и доступ ко всей информации. Каждый из нас подключен к целым. Тот факт, что технологии и сознание развиваются с гиперскоростью в один и тот же исторический момент, по меньшей мере любопытное совпадение. У нас есть все основания увидеть в нем проявление синхроничности. Возможно, так было задумано с самого начала. Теолог Беатрис Бруто так и считает. Думаю, нам следует рассматривать современные технологии как явления божественного провидения, как жизненно важную помощь симбиотической вселенной. Неужели вселенная развивается именно так, как должна? Барбара Маркс Хаббард разделяет это мнение. Придавая огромное значение силе сознательного выбора, большую часть жизни она занимается исследованием человеческого потенциала и учит нас тому, как важно осознавать свою ответственность за собственные убеждения. Вот как она формулирует свое видение мира. Очень важно не жалеть усилий на создание нового мема. Только так мы сможем накормить голодающих, исцелить болезни, положить конец насилию и очистить мир от смертоносных токсинов. Самый короткий путь к нашему выживанию и раскрытию потенциальных способностей разработать и распространить по всему миру систему концепций, подталкивающих к нравственной эволюции. Раньше мемы возникали без участия сознания и управляли нашими поступками, о чем мы даже не подозревали. Но сейчас мы несем ответственность не только за свои действия, но даже за взгляды на жизнь. Здравый смысл велит нам оценивать свои убеждения исходя из того, как они влияют на нашу реальность. Если они побуждают нас любить, творить, принимать мудрые решения, то это хорошие убеждения. Если они толкают нас к жестокости, зависти, унынию, то причиняют нам вред, и от них необходимо избавиться. Мы должны отвечать за свои убеждения. Как раз это мы и делаем. Мы плетем паутину с помощью мудро выбранных убеждений и создаем свою модель реальности, вмещающую в себя все самое лучшее и благородное. Мы осознанно вылепливаем свое я ради совершенствования человеческого рода. Если каждый тысячный из нас примет это видение мира и постарается воплотить его в жизнь, то мы сможем изменить мир. Дети сознательной эволюции сейчас проявляют себя во всех культурах и делятся с нами своим видением. Как правило, люди творческих профессий, мистики и провидцы первыми чувствуют ветер перемен. Именно в их голове рождается видение будущего, призывающее всех нас к действию. Когда эти идеи звучат в СМИ, например, в кинофильмах с большим бюджетом, мы понимаем, что они уже проникли в коллективное бессознательное и вскоре найдут дорогу к общему сознанию. Вот чем прекрасно и волнительно наше время. Вдохновляющие театральные постановки, музыка, книги и фильмы облагораживают образ человечества, помогают нам взглянуть на себя по-новому и осознать, в какое чудесное время мы живем, время великого пробуждения, когда мы эволюционировали до космического сознания. Медленно, но верно, два вышеупомянутых мема о сознательной эволюции и о том, что каждый из нас идет в счет тысячи распространятся и будут набирать движущую силу, пока миллионы людей не проникнутся истинностью этого видения и мы не начнем думать и поступать так, как сами от себя не ожидали. Так действуют эволюционные силы, они взывают к нам и многие из нас слышат зов и отвечают на него каждый по-своему. Вот что дает нам надежду на прекрасное будущее для всего человечества. Поначалу перемены будут небольшими, даже едва ощутимыми, но волна будет нарастать и все больше людей станет вдохновляться на то, чтобы изменить свою жизнь. Наш биологический вид запрограммирован на использование этой возможности и когда мы достигнем критической массы, с нами произойдет много неожиданного. Когда семь миллионов человек начнут воплощать в жизнь квантовые постулаты, мы начнем плести энергетическую паутину с помощью образов непреодолимой силы. Сейчас миру как никогда нужны квантовые воины. Мы представляем себе, каким может быть мир и готовы посвятить жизнь осуществлению этого видения. Физик может знать и понимать механизмы Вселенной, а воин не просто знает, он использует эти механизмы в своей жизни. Именно активное применение вселенских истин на практике отличает путь квантового воина от других путей духовного поиска. И это важное различие. Этим же квантовый воин отличается от мистика. Мистик интуитивно чувствует неправильность ньютоновской картины мира и ощущает свое единство со Вселенной, но почти никогда не пытается ничего изменить. Он довольствуется тем, что влияет на энергетическую паутину самим фактом своего существования. Впрочем, это тоже важный и ценный вклад. Квантовый воин, в свою очередь, не просто посылает в энергетическую паутину вибрации своей сущности, а еще и специально усиливает свою энергетику, сосредоточивая волю и воображение на том, чего требует его высшее призвание. Квантовый воин – вот новый герой нашего времени. Его миссия – стать цельной личностью и помочь человечеству достичь космического сознания. Наше призвание состоит в том, чтобы пробудиться, раскрыть свой потенциал и проявить все лучшее, что в нас заложено. Наши возможности Нам нужны революционные мысли, проницательные и вдохновляющие, которые сумели бы пробиться через стену нашего недоверия и поразить своей смелостью и глубиной. Это единственный способ измениться самим и изменить окружающий мир. Однажды в Ванкувере такой смелой мыслью поделился с нами будущий лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус. Тогда его идея показалась чем-то из ряда фантастики. Вы, наверное, знаете, что Юнус получил Нобелевскую премию за разработку концепции микрокредитования для малоимущих, суть которой заключается в предоставлении кредитов в размере нескольких сотен долларов беднейшим слоям населения на организацию мелкого бизнеса. Когда ты в отчаянном положении ничего не имеешь и живешь тем, что принес день, получение кредита на покупку осла или швейной машины имеет для тебя огромное значение. Программа оказалась невероятно успешной и сейчас помогает сотням тысяч человек во всем мире. Поразительное достижение, но лично меня его видение окончательно покорило после того, как он произнес следующие слова. Когда-нибудь, когда бедность навсегда исчезнет с лица земли, люди будут строить музеи, чтобы показывать будущим поколениям, как это было, и будущие поколения будут ужасаться тому, что их предки могли допустить подобное. Самым невероятным в этом высказывании мне показалось не искоренение бедности, это я могу себе представить, а фраза про музеи, в которых будущим поколениям будут рассказывать про бедность и про то, что люди будущего станут ужасаться тому, что их предки, мы с вами, могли позволить такому случиться. Вот что потрясло меня до глубины души. Воображение тут же нарисовало эти музеи и смешанное с ужасом недоумения на лицах посетителей, я без колебания поверил в реальность этого видения. А раз оно осуществимо, рассудил я, значит, мой гражданский долг сделать для этого все, что в моих силах, веря в это видение и посылая в энергетическую паутину вибрации своей веры. Каждый из нас ради блага всего общества обязан выбирать убеждения, увеличивающие потенциал человечества. Должно набраться критическое количество людей, разделяющих это мировоззрение, если мы желаем себе прогресса и процветания. Зарождение космического сознания изменит не только наши жизни, но и самые устои человеческого общества, каждую частичку его существования. Эволюционная религия будет стерта с лица Земли нарастающей волной космического сознания. Предводители всех религиозных конфессий объединятся ради общей цели удовлетворения духовных нужд человечества. Какими бы ни были ваши нынешние религиозные взгляды или метафизические убеждения, они трансформируются в нечто более грандиозное, глубокое, новое и наполненное жизнью, нечто такое, с чем мы еще никогда не сталкивались. Великие религии, тысячелетиями служившие человечеству, никуда не исчезнут, но наполнятся новым смыслом и новой силой, когда новое сознание очистит их от догм и даст возможность истинной сути этих верований, единству всего, что есть во Вселенной, вырваться на свободу. То же самое произойдет в медицине, бизнесе, политике. Все сферы человеческой деятельности будут преобразованы. Какие потрясающие перемены их ждут? Наверняка известно одно. Они навсегда утратят сегодняшний облик. Только представьте себе, как все изменится, когда начнется сознательная эволюция, и мысль о нашем единстве со всем мирозданием станет настолько очевидной, что идея разделения человечества на имущих и неимущих будет казаться такой же нелепицей, как добровольная ампутация собственной ноги или руки. Представьте себе то время, когда нас будут вдохновлять и вести вперед самые блестящие и проницательные представители всех сфер человеческой деятельности. Сегодня лучшие умы планеты озабочены прежде всего богатством и властью, и это легко объяснить. Такова достойная награда за успешную игру в монополию. Но вообразите себе, что будет, когда эти и другие люди, обладающие равными или еще более выдающимися способностями, узнают о существовании космической игры и почувствуют глубокую внутреннюю потребность улучшить наш мир, не из соображений выгоды или долга, а потому что будут считать это самым очевидным решением. Внезапно они осознают, что никакие другие дела им не нужны и неинтересны и направят все свои умственные и душевные ресурсы на служение Вселенной. Представьте себе, что миллионы умнейших людей планеты находят необычные и творческие способы использования своей проницательности, богатства и талантов, чтобы помогать малоимущим, бедным, пожилым, перспективной молодежи. Представьте себе, как они берутся за благие дела, создают возможности и преуспевают во всем, за что бы ни взялись. Они непременно добьются успеха, ведь это лучшие представители нашего рода. Представьте, как они воплощают в жизнь видение лучшего будущего для человечества. Вообразите себе этот мир. Возможен ли он? Возможен. И он будет таким. В этом поможет сознательная эволюция. Когда концепция сознательной эволюции и теория о том, что каждый из нас идет в счет тысячи, распространяется по всей планете, многие из нас почувствуют потребность в активных действиях. Это видение поможет наркоману избавиться от своей зависимости, поскольку он будет верить, что своим поступком спасет тысячу других людей. Оно вдохновит его и придаст ему сил, освободившись от зависимости. Он станет квантовым воином. Утративший все нравственные ценности бизнесмен под влиянием этого видения или сна, в котором увидит свою темную тень, или священные раны, которые поставят его жизнь и благополучие под угрозу, это тоже эволюция в действии, решит измениться. Он вдруг почувствует призыв, вдохновение и начнет помогать ближним. Строить приюты для бездомных, оказывать финансовую помощь малоимущим, проявлять свои лучшие и самые благородные качества. Мать-одиночка, отчаявшаяся, утратившая покой и надежду, поверит в это видение, воспрянет духом, и этот акт мужества вплетется в энергетическую паутину вселенной, придавая сил другим женщинам, оказавшимся в таком же положении. Эти мемы формируют видение, исполненное надеждой и вдохновением, и многие люди начнут принимать эту картину мира. Затем, когда количество таких людей достигнет критического значения, сознание человечества произойдет сдвиг. Человечество придет к космическому сознанию так, как я описал, или иначе, как пока никто не представляет. Это неизведанная область знаний, но в одном можно не сомневаться. На смену отливу пришел прилив, и волна набирает высоту. Сейчас не время медлить. Нам дается возможность стать участниками невероятного события в истории Вселенной. Космическое сознание стучится к нам в дверь, и многим из нас должно хватить мужества открыть ее и сделать шаг навстречу тому, что зовет нас за собой. Все революции в истории человечества происходили благодаря нескольким смельчакам, которые, вдохновившись своими мечтами и видением лучшего будущего, отваживались на решительные действия. Предводители перемен всегда немногочисленны, но когда приходит время, их становятся сотни и тысячи. Правда, этот раз особенный. Это не обычная революция, не смена караула, если можно так выразиться, а скорее превращение гусеницы в бабочку. Это беспрецедентный эволюционный этап человечества, завершающийся рождением космического сознания. Такая цель заслуживает нашего безраздельного внимания и нужно, чтобы всего лишь семь миллионов человек осознанно играли в космическую игру, и тогда все изменится. Лунья, великий дзен-мастер, написал прекрасное стихотворение. «Кто в прошлом не был просветленным, теперь им станет. Для этого жизнь нам дается. Не обретя просветления, Будды были такими, как ты сейчас. Став просветленным, ты будешь подобен Буддам прошлого». Эти строки вдохновляют нас. В них говорится о том, что стать Буддой возможно, и что все Будды прошлого когда-то были похожими на нас, откладывали важные дела на завтра, уклонялись от обязательств, стремились к материальному комфорту, беспокоились по мелочам, сомневались в себе. Нам очень важно знать, что им тоже пришлось работать над собой, прежде чем достичь просветления, что в начале этого пути они были ничем не лучше нас, а потом они стали Буддами. К этому призывает Иисус. В самой, на мой взгляд, важной и провокационной строке Библии Он говорит нам быть такими, как Он. Я уже приводил эту цитату в предыдущей главе. В Евангелии от Иоанна Иисус обещает, что мы сможем повторить Его деяния и даже сделать больше сих. Именно эта строка убеждает меня в том, что Он знал о грядущей сознательной эволюции. Подобными предположениями я немного смущаю своих друзей христиан, но так написано в Библии, и нельзя делать вид, будто этих слов в ней нет. Если исходить из того, что Иисус прекрасно понимал, о чем говорит, то нашу планету ждет грандиозное будущее. Как только перестаешь думать о том, насколько все описанное здесь невероятно, такая картина реальности вдруг начинает обретать смысл. С момента Большого Взрыва Вселенная не перестает меняться и развиваться. И сейчас этот процесс стал настолько насыщенным и стремительным, что вот-вот должно случиться нечто из ряда вон выходящее. Вселенная эволюционирует согласно великому космическому замыслу, пока недоступному для нашего понимания, и каждый из нас, будучи ее частичкой, играет свою уникальную роль в этой эволюции. Космическое сознание уже начало зарождаться в человечестве, и что самое невероятное, если мы правильно разыграем карты, овладеем искусством космической игры и пробудимся, то нам откроется путь в вечность. Дух захватывает от такой перспективы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok